Сейчас у нас в Рязани работают 114 перекрестков со светофорами. Раньше они исчислялись единицами. Первый светофор нашего города появился на площади Соборной, где сейчас разворачивается первый троллейбус. Это было в 1953 году. К этому времени светофоры стали уже автоматическими. Раньше их переключали люди. Ситуация изменилась в 1910 году. Тогда был запатентован первый автоматический светофор. Произошло это в США. Сейчас технологии ушли далеко вперед и людям практически не приходится вмешиваться в ход событий, которые происходят на перекрестках улиц. Например, у нас в Рязани существует уже 26 перекрестков, на которых установлены адаптивные светофоры. Они могут сами управлять дорожным движением, в течение всего дня изменяя промежутки между подаваемыми сигналами для большего удобства водителей. Получается, что перекресток, где образуется пробка, подстраивается таким образом, чтобы на нем увеличивался транспортный поток. Все это стало возможно благодаря системе детекторов транспортных потоков и камер. Установленных на перекрестках наша съемочная группа во время этого репортажа побывала под одной из них. Оборудование считывает показатели средней скорости транспортных средств, их количество за определенный промежуток времени. Все это анализирует, после чего меняет цикл и временные такты программы. Эта система установлена на главных улицах нашего города. Вообще эта система начинается с Московского шоссе улицы Ебилейная до пересечения улицы Соборная, улицы Ленина и с улицы Ленина, улицы Соборная на выезд на Ряжск до Каширского шоссе, улицы Свери. Чтобы еще больше упростить жизнь водителей, скоро в Рязани появится еще одно нововведение. В будущем должно появиться информационное табло, предупреждая водителей о движении скорости на пересечениях этих прогонов между перекрестками. Для чего это нужно? Чтобы, если водитель двигается со средней скорости, указанной на информационное табло, то он будет попадать под зеленую волну. То есть, подъезжая к первому перекрестку, допустим, к какому-то из перекрестков, водитель двигается с определенной скоростью, какой указанной на информационное табло, он обязательно попадет на второй перекресток с горанием зеленого светофора. То есть, если подъезжая к первому перекрестку, водитель будет двигаться с указанной скоростью, тогда на следующий перекресток он попадет под зеленый цвет. И так под цепочки. В результате водители смогут ездить по городу без пробок. Пока этого не произошло, стоит сказать, что адаптивные системы, помимо регулировки движения, позволяют пойти еще дальше и помогают зафиксировать ДТП, происходящие в городе. В завершении хотелось бы еще раз поздравить всех людей, которые связаны с работой светофорных систем с праздником. Пусть сами светофоры прошли большой путь развития, которым уже более 100 лет. Системы действительно набирают обороты и им остается куда еще стремиться.